23.08.2024 год. Вы с Олегом Соскиным. На моем большем канале. Делал ряд видео вам на большем канале. Посмотрите, особенно про Турцию, про аналогию с Украиной. Так нормально стало набирать, потом раз и замедлилось. Общался со многими независимыми каналами, людьми, блогерами, системными структурами всякими. Все говорят, что есть падение просмотров. Такое ощущение, что специально как фильтры стоят, алгоритмы настраиваются для того, чтобы объективную информацию, которая происходит сегодня в Украине, как говорится, нельзя было видеть. То есть Зеленский, ну если Зеленский лично, Блумберг говорил и другие, обращается к лидерам всех государств, звонил, говорил, чтобы украинских мужчин, они из западных стран сгоняли в Украину. Гнали на мясо для Зеленского, чтобы их убивали тут в Украине. За интересы кого? Блэк-Рока, кого там? Зеленского, Кучмы, Пинчука, Ахметова, Новинского. За чьи интересы Зеленский? Ты же расскажи, за интересы сватов твоих, жены, Ермака, кого? Ну, вот, связан Шмигаль с Казицким, не связан, рассказал бы нам Зеленский, что прячешься? Ну так там, конечно, медальки давать, там еще награждать, там эти все вещи говорить, это одно дело, есть правда. Вот от правды же не уйдешь, что ты еще, тебя как бы абсолютно с Ермаком и всеми там этими Стефанчуками, и, конечно, тут работает ясно новый секретарь в этой сфере, этот криптолог, заканчивал Российско-Советский институт, это и, как там называется, разведки, это Литвинчук Саша, Литвиненко Саша. Он такой тихушник такой, всегда такой тихенький был, но такой парень, ух, палец в рот, как говорится, ему не клади. Вот, он, конечно, за этим всем стоит, он владеет этими всеми технологиями, поэтому в стране идет жесточайшая цензура. Ну и то, что блогер этот рассказал, Волошин этот, что он бежал с Украины, потому что избили его охранника, угрозы ему, Зеленский, какая же это европейская демократия? Это не свобода слова, это диктатура, это сталинская, гитлеровская диктатура, ты идешь по этому пути, мал по малу, дадим всем жару, да, Зеленский? Но это всегда плохо заканчивается для любых диктаторов, понимаешь, он на Путина смотри, что сейчас происходит. Так будет с любым, с Лукашенко будет, вот он уже тоже, как говорится, добегая до финишу со своей диктатурой, сколько народу в асфальт заасфальтировал, в болото кинул и так далее. На Кучму посмотри, тоже диктатура, он Янукович хотел диктатуру вести, зря ты этим путем идешь. Черные эскадроны создали, нарушили Конституцию, антиконституционное правление установили. Даже во время Второй мировой войны Рузвельт избирался, были официальные выборы в Соединенных Штатах. Даже во время гражданской войны в Соединенных Штатах были президентские выборы. А в Украине ты взял и отменил выборы. Вот такая ситуация нехорошая. Ну и она, там Моди приехал, ну приехал Моди, побыл Моди, уехал Моди, ну и что будет, оно ж такое дело. Вот, но у Путина тоже сложное положение, очень как бы идут и в Украине плохо, и в России плохо. Ну, Путину как бы неплохо, и Зеленскому хорошо, но народу очень плохо, и народ гибнет, как мухи. Вот, и в Российской Федерации, как раз тоже у них там где-то день флага, когда там вчера или сегодня, 23-го. Вот, и ему такой подарок Волгоград. Волгоград сделал подарок, слышите? Тут это, Волгоград не сдадим, там это, помните все эти песни, пляски, Сталинградом назовем. Ну, дожили, что там в исправительную колонию, ваххабиты захватили, кричат, этот Аллах Акбар, режут этих бедных там работников этой колонии, как этих самых, как курей. Вот, и ничего Путин тоже не может сделать. Собрал он, доложил ему там в СИН, а что там в СИН, сколько же можно, уже времени столько, они могут с четырьмя человеками справиться, слышите? Огромная военная машина с четырьмя не может справиться с заключенными. Захвачена колония, там уже перерезали кушку народа, раненых сколько, начальник колонии захвачен. Вот, это все, это сгнившая система изнутри. Сейчас начнутся это же, это же все уже за два месяца в Ростове было, теперь там всюду ваххабиты. Перед этим же в Дагестане там священника зарезали, сколько перебили этих представителей нацгвардии, полицейских, там больше двадцати человек. Вот, перед этим захватили аэропорт в Махачкале. То есть, пока Путин убивает славян своих православных, бросил их в Украину, их уже шестьсот тысяч перебили, представляете? А место ж не бывает пустым. То есть, вот это место заполняется теперь вот этими исламистами, экстремистами, представителями исламского государства. Утром, как говорится, днем он там типа ходит в мечеть, а ночью шьет на наркомашинке, понимаете? То есть, это все наркодилеры там сидят, они подняли вот эту бучу, режут людей там по телеве, это все в сетях показывают. Пример показывает, как дальше резать будут. Еще ж Москва не поднялась, там же их тоже несколько миллионов. Это Собянин для них эти небоскребы построил, они ему дадут там, так сказать, по полной программе. Будет Собянин, мама, не горюй тебя. Он говорит, что у него много эшелонированной обороны от этих самых дронов. Так они не дронами, они изнутри вас резать будут, вот как эти там в этой колонии в Волгограде. В Сталинград, уже ваххабиты, исламисты Сталинград захватили, слышите? Пока там Путин ездил по Ичкериям, по этим самым, как там называется, Кабардино-Балкарии, там этим всем остальным республикам исламским. Пока там в честь его квартал называли, сделал его почетным, понечетным гражданином Чечни сделал, Рамзан-Померзан. А тут у него пока Алудинов кричит, что они там освобождают Курскую область. А тут у него под боком ваххабиты, исламское государство, режут как кур его этих работников колонии. Представляете, что творится? То есть полная потеря управления, полное разложение государственных органов. То есть попытка вот этого плюрализма, попытка либеральных отношений к представителям антагонистических парадигм. Вот она, видите, чем закончилась? Вот это Путину и всем остальным урок. Пока они расправляются со своими, чужие голову подняли и режут их уже как курей. Там как эти вошли, куницы и хорьки вошли в его этот самый скотный двор путинский. А где же этот, который типа там всех этот, у него этот следственный комитет. Где эти всины, шмины все, где полиция, где это золото, в нацгвардии. Где они все? Суровикины, не Суровикина, как там его возглавляют. Вот и все. Вот там они сняли, в Ленинграде сняли узбекский представитель диаспоры. Там же, видимо, они этого Беглова, так сказать, взяли уже в оборот. Он уже под ними находится. Они сняли славянина с выбора в местный совет. А зато узбекский представитель, исламист идет. Нормально, вообще очень классно получается. Это очень поучительно, это для украинцев очень поучительно. В Украине то же самое развивается, просто чуть по-другому. Поэтому, конечно, слышишь, этот Буданов говорит, будем менять на этих крымских татар, пленных с Российской Федерации. Причем тут крымские татары к нашим воинам? Войнов наших надо освобождать. Наших славян, православных, христиан, Буданов надо. Или ты крымский татарин у нас, исламист тоже, как кумеров скрытый. Или как? То есть мы видим вот это все хаос. То, что я вам объяснял. Хаос, вот эти мейнстримы. Некрозный мейнстрим. Энтропийный мейнстрим. Мейнстрим дна. Мейнстрим разрушения. Мейнстримы, вот они набирают обороты, набирают. И никто ничего сделать не может. Хаос. Хаос отец анархии. Анархия мать порядка. Готовьтесь. Все будут империи уничтожены. Вместе с их всеми лидерами. Готовьтесь. К этому идет время хаоса. Свободных городов. В конфедерации. Когда все пирамиды бандитских разбойников должны быть уничтожены. Вместе с носителями бандитской этой идеологии. Под видом того, что надо платить налоги. Налоги это зло. Это бандитский рэкет. Налоги платят только слабые. Когда у них забирают их жизнь. Налог это забранная у человека жизнь. Кровь его. Это вампиры только придумали эти специально так называемые налоги. Это бандитская рента в государствах стационарного разбойничьего режима. А они практически везде во всем мире устроены в том или ином виде. Вызывали Амсовский на моем большом канале. Смотрите, думайте, соображайте. Сейчас это погранслужба доповедает, что въезжают в Украину больше, чем выезжают. Вот интересный процесс. Ну, ну, давайте посмотрим, что будет на 24-й и дальше. Будет 24, 08, 20, 24, 25, 26, 28, 08. Ой, будет. Август еще только проявляет себя. Это еще только, так сказать, даже не цветочки. Это только еще зеленые листочки. Еще до 31-го, 08-го. Еще такое случится, что даже не представляете себе. В Киеве обязательно что-то должно быть. До новых встреч.